В течение прошлой недели сотрудники тепловодоканала устраняли последствия аварий, которые произошли после запуска горячего водоснабжения. В пятницу устранили аварию в коллекторе и запустили дома Г-15, 16, 17, 30. В субботу заменили участок трубопровода около Г-4, запустили Г-2, Г-3 и Г-4. На текущей неделе будут вестись работы по устранению аварии, из-за которой нет горячей воды в Г-1, 21, 22. После этого сотрудники приступят к ликвидации серьезной неполадки трубопровода, ведущего КБ-4. О работах, выполненных на истекшей неделе, доложил и руководитель МУП ЖКХ. Самый канал проявил работу по устранению аварии. В самом деле, ввод Г-4 сейчас остается без воды. Уже по нашей причине мы меняем розлив в крайне аварийное состояние. Пользуясь ситуацией, решили устранить свои проблемы. Думаю, что до конца дня сделаем. В целом, по городу провели опосы в большинстве домов. Досталось, доделали лесопогоды, не дают нам погоды, проблемами заниматься. Сотрудники благоустройства приводили в порядок город. Окашивали детские площадки, убирали мусор, ухаживали за молодыми деревьями, которые высажены вдоль улицы Институтская. О ходе оздоровительной летней кампании рассказала Александра Мещерякова. В настоящее время у нас сформирована уже первая группа детей, трудной жизненной ситуации, которые отправляются у нас на отдых. В детский оздоровительный загородный лагерь, в Краснодарский край. Они поедут у нас 20 июня. Для ребят, которые относятся к льготной категории и имеют медицинские показания, есть бесплатные путевки на летний оздоровительный отдых и на другие смены. Заявление необходимо подавать в центре мои документы.